Ну вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой? Да сам человека управляет! Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. На некоторые более-менее приличный срок, ну хотя бы лет на тысячу. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день. И действительно, вообразите себе, что вы, например, начали управлять, распоряжаться или руками и собою вообще, так сказать, входить во вкус. И вдруг вот, саркома легкого. Да, саркома. И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме вашей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя, неладное бросаете к ученым врачам, затем к шалатанам, бывает и к гадалкам. Как первый, так и второй, так и третий. Совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего более толку нет никакого, сжигают его в печи. А бывает еще хуже. Только что соберется человек съездить в Кисловодск. Пустяковое, казалось бы, дело. Но и этого совершить не может. Потому что неизвестно, почему вдруг поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Неправильно ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? Ну... Все не хотите курить, как я вижу. Вы какие предпочитаете? А у вас разные, что ли, есть? Какие предпочитаете? Ну, на шумах. Наша Марка. А черт побери. Да. Да, человек смертен. С этим трудно спорить. Но дело в том, что... Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен.